Всем привет, с вами Коба. Сегодня мы будем играть сам на Advanced RPA Red. Я достиг пятого уровня наконец-то и теперь могу устроиться на относительно новую работу водителем трамвая. Сейчас я уже подъехал к мэрии SF. Недалеко я тут живу, если вы смотрели прошлые выпуски. Спасибо вам за лайки. Надеюсь, на этой серии и всех следующих будет точно то же самое. За 200 перевалит за двое суток. Буду вам благодарен. Спасибо еще раз за то, что вставите. Вот, это очень мотивирует снимать видео. Так, теперь нам нужно депо. Трамвайное депо. Вот. Сейчас мы поставим туда свою метку. Чтоб по крайнейшему маршруту добраться до местного назначения. Так. О, оно, кстати, вообще недалеко находится. Рядом с ФБР получается, да? Вообще рядом. Давайте сделаем круг, я думаю. Давайте ноль, естественно. А, и все, типа. Так, нам нельзя превышать скорость 60 км в час. Какая-то непонятная остановка совершенно. Трамвай еще на месте, видимо, не может остановиться. Он все время туда-сюда ездит. Погнали дальше. Не знаю, ну, по-моему, прикольно. То есть, по сути, можно просто зажимать W, да? Да, это как водитель поезда. Зажимаешь W. Ну, главное не превышать, конечно, скорость. Вот, взял, просто зажал. Не надо никуда поворачивать или еще что-то. Просто следить за скоростью и все. Видимо, желательно не больше 50 км в час даже ехать. А мне интересно, вот эти пути, их же вроде нет, да? В Сан-Андреске, в начальной. Они проложены, то есть, разработчиками сервера. Ну, они там есть, но, по-моему, в других местах. Здесь их нет. Хотя, не знаю. Возможно, и есть, конечно. О, все, мы остановились, наконец-то. Скорость 0 км в час. Не знаю, сколько нам дадут за круг, но тут, видимо, один только маршрут. Вот. Какой-то чит вчера вышел. На спаунах не советую вам появляться сегодня. На машине особенно, потому что я вчера 4 раза приезжал на спаун со своими друзьями и все 4 раза. Мы, кстати, их догнали почти. Все 4 раза меня просто там машина взлетала вверх и все. Ну, я оставался на земле. Какой-то сраный чит, короче, вышел. Вот. Он, видимо, везде работает. И на Адвансе, на Даймонде унижает игроков. Бедолаги. Тут даже фары, кстати, работают. Классно. Ой. Мне вот интересно, если машина в трамвай, ну, за день трамвай, то у нее останутся повреждения какие-нибудь. Ну, не знаю. На поезде, наверное, повеселее, потому что там все же нужно заправлять хотя бы его на определенном там участке пути. А здесь-то нифига не надо делать. Здесь просто ездишь, не превышаешь скорость. И ездишь по одному городу, а там все, вообще все города охватываешь на поезде. Не знаю, в общем, что прибыльней. Сейчас проверим. Надо будет подсчитать. О, это Султан, заменка. Классная. С тюнингом. Ну, то есть, можно тоже вставить тюнинг на заменку самую. Так, и что мы... Нам типа назад надо или наоборот вперед вот таким вот. А, ну да. Понятно. Жалко, нельзя поставить ограничитель. Чтобы он сам не превышал скорость. Приходится следить. И это не очень сложно, конечно. Тихо-тихо. Но останавливается он очень быстро. Не то, что поезд. Там на поезде многие машинисты проезжают остановку, потом обратно пятятся. и теряют очень много времени. Ну, там надо приноровиться. И все будет здорово. Кстати, кому надо, у кого есть бабки, можно купить у меня там дом, где я живу, по госхе. Где стоит он прямо за, по-моему, 800 тысяч, что ли. Даже меньше, по-моему. Где-то как у меня 420. Так что успевайте. Хотя, мне кажется, когда этот видос выйдет, там уже его займут. 200 раз перепродадут за x3. И все. Я тут езжу уже с подписчиками. Там еще есть какой-то бискарди. Не помню его целый ник. Но он уже второго левела. В общем, спасибо тебе огромное. И то, что он пошел со мной играть на ред. Вот он хотел покататься, но я был, наверное, с ней, и мне надо было уходить. Передай себе привет. Я не помню, просто твой помненный ник. Знаешь, что у тебя сама бискарди. И все. Почему-то салон такой вот баган, и не знаю. Метка, видите, ставится все время туда, когда ты к этому салону приближаешься. Там, видите, красный маркер этот, видимо, к нему. Вот так вот. 24 на 7 этот продают уже, наверное, неделю за 26 какая-то никто не берет. И в том, аж 26 какая-то, конечно, за закуп. Даже, если он прям за закуп 100%. Очень мало. На мой взгляд. поджимаешься. на W щип поджимаешь, и он прибавляет скорость. Взял, остановился. Все. Очень ровно. Мы доезжаем, кстати, круг тем временем. До следующей остановки 600 целых метров. что-то он так написал с такими смайдиками еще и в конце каждого предложения ники будто с риф админки. А, все, вот мы доехали круг. Ну, все, я думаю, хватит. Нам на сегодня... А, во, все. 1371 доллар. Не знаю, мне кажется, не очень это прибыльно. Все-таки машинистам платят больше. Ну, не знаю. Тут, конечно, и круг маленький. Ну, и работа какая-то такая скучноватая, наверное. Надоест после третьего круга, я думаю. Вообще, прибыльнее всего, наверное, на заводе работать или на шахте. потому что там реально можно косарь просто заработать за минут десять. Вот. но, естественно, это очень такая работа дерьмовая, неперспективная и что еще то. first person. Ну, зачем вот этот логотип, которого, кажется, не видно. в общем, скучно это работа, так что, наверное, водитель автобуса прибыльнее всего и интереснее более-менее. Вот. Ну, все, мы провели отличный день. А, кстати, все, дома этого нет. Погозки. Вот там вот стоит какой-то, но давайте посмотрим, сколько он стоит. мне кажется, он стоит дохера просто за рям. Я уверен в этом. А где пикап это? А, во. Да, миллион четыреста две тысячи. Ну, хотите, возьмите. В принципе, на рейде очень мало домов по ГОСу. Штука восемь их всего лишь. Вот. Все, вернулся. Сейчас буду спать. А вам спасибо и до свидания. Ставьте лайки, естественно, обязательно. До свидания.